Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Тема сегодняшнего эфира — Жаназень, казахстанский суар. Наверное, для многих это звучит несколько неожиданно, но тем не менее я хотел бы на примерах показать, что на самом деле все это так. И если мы сейчас тревога наблюдаем за тем, что происходит в суар, как там Китаем построены большое количество лагерей, так называемые лагерей перевоспитания, и миллионы мусульман, миллионы уйгур, казах, казахов и других этнических меньшинств на территории суара подвергаются насилию и пыткам в тюрьмах, так называемых этих лагерях, то на самом деле, я думаю, что многие из нас не видят, что на самом деле ее в меньшем масштабе копирует и Казахстан, и это сейчас на наших глазах происходит Жаназень. Но для того, чтобы это было понятно, я хотел бы озвучить те главные месседжи, которые прозвучали из уст Такаева, журналистки из Deutsche Welle, которые он давал несколько дней назад, накануне визита в Германию. Итак, я сейчас озвучу ряд месседжей Такаева, которые он сказал в этом интервью, и вы поймете, что на самом деле это политический курс страны, который был многие годы, который сейчас уже четко очерчен. Мы все должны понимать, что ждет нас, что ждет Казахстан. Итак, что он сказал в этом интервью? Такая произнес такую интересную фразу. Собственно, юридически со стороны Казахстана уже подтверждено, Казахстан согласился, что Крым не аннексирован, по мнению Казахстана, потому что была резолюция ООН по этому поводу, и Казахстан был в числе тех стран, совместно с Россией, которые голосовали против резолюции, то есть они не считают это агрессией, эти страны и, собственно, вместе с ними Казахстан. Но, тем не менее, обратите внимание, такой вот тезис, который озвучен Такаева, Крым не аннексирован. И обратите внимание, что он сказал, что случилось, то случилось. Что это значит на языке дипломатов? Так он аннексированный или нет? Что значит, что случилось, то случилось? Это как это, оттяпали огромную территорию, которая была зафиксирована как территория Украины, в соответствии с международными соглашениями, при разделе имущества, при тот период, когда Советский Союз распался. И Россия подписала официально все документы, признавая, что Крым является территорией Украины. И более того, когда в начале 90-х годов было вывезено ядерное оружие с территории Украины, Россия дала соответствующую гарантию, что границы и территории Украины незыблемы. И Россия дает гарантию. Это все было закреплено международными договорами, которые подписали в том числе США, Великобритания и Россия. И вот подписаны международные договора. Получается, Россия это все попрала, захватила Крым, нарушила все международные договора. И дипломат Токаев, который был заместителем генерального сектора ООН, говорит, что случилось, то что случилось. А что случилось? И вы понимаете, что завтра, когда или Китай, или та же самая Россия, оттяпает часть территории Казахстана, тот же самый Токаев, или а-ля Токаев китайский, или российский, любой другой, может тоже сказать, это не агрессия. Ну, что случилось, то случилось. Вы понимаете, какое беспомощное заявление. И я хочу акцентировать ваше внимание, потому что это является серьезной угрозой для суверенитета нашей страны. Следующее, смотрите, тоже в развитии того, что было сказано по Крыму. Объяснение очень простое, удивительное, опять же, для дипломата, который должен руководствоваться международными соглашениями, соглашениями между странами, в любом случае, какими-то договорами, конвенциями и все прочее. Что он сказал? Токаев говорит, что Россия наш стратегический партнер, и все, что случилось с Крымом, это отношения России и Украины, мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Когда ему задали вопрос, а что вы скажете, если возникнет угроза вашей территории, и вообще вы не испугались, то, что когда Россия захватила Крым, не коснется ли этого Казахстана, на что он ответил, у нас добрые отношения, как будто у Украины не было добрых отношений с Россией, у нас добрые отношения, и мы верим в порядочность высшего руководства России, Путина в частности. То есть получается, так называемый, квалифицированный в кавычках, а это уже ответ не квалифицирован дипломата, не бывшего заместителя генерального сетра ООН, он полагается не на международные договора, не на то, что эти страны являются членами ООН, подписаны разные соглашения, а он полагается на порядочность, так называемую, в отношениях между странами. Вы представляете, где вы такое вообще слышали, чтобы дипломат такое мог вообще произнести? Итак, это порядочность, оказывается, высшего руководства. Очень интересное заявление он сделал по поводу лагерей, так называемого перевоспитания, где содержится несколько миллионов заключенных, представьте, несколько миллионов. И там известно, что проводятся бесчеловечные пытки над людьми. Трибунал ООН провел расследование и заявил о том, что это факт геноцида, что тысячи, десятки тысяч людей истребляются, их пытают, извлекают человеческие органы, и объявил, что это геноцид против человечества, преступление против человечности. И вот представьте себе, что говорит Хасмажумар Такаев, который именует себя президентом. Он говорит, что в этих лагерях казахов мало. Что значит мало? Один человек, два человека, три человека. Но не отрицает, что там много уйгуров. Не отрицает. Он просто избегает и не отрицает. И вообще, как он говорит, что мы не можем так же вмешиваться во внутренние дела Китая и не можем комментировать. При этом, на наших глазах мы видим сейчас двух казахов, которые бежали из Китая, пытаясь найти спасение в нашей стране. Их посадили в тюрьму. И сегодня Комитет национальной безопасности заявил, что они будут обратно экстрадированы в Китай. Вы все прекрасно знаете, что Сарагуль Саутбай тоже бежала в Казахстан. Она была свидетелем ужасающих пыток. Она была переводчица в этих лагерях. И если ее обратно экстрадировали в Китай, ее ждала смертная казнь. Самое интересное, что члены ее семьи, муж ее дети были гражданами Казахстана. И по законам Казахстана ей обязаны были дать гражданство Казахстана автоматически, как воссоединение семьи. Ей не дали. Более того, Сарагуль Саутбай была вынуждена бежать в Китай вместе со своей семьей, гражданами Казахстана, из Китая точнее, из Казахстана, в Швецию. Там она получила убежище. Представьте себе, что граждане Казахстана, этническая казашка, не получает защиты внутри Казахстана и бежит, получает убежище в Швеции. Вы представьте себе, что происходит. И мы, оказывается, должны говорить по словам Такаева, что казахов там мало. Да, уйгуров там миллионы пытает, но это вообще к нам отношения не имеет. А какое отношение казахшка Сайрагуль-Саутба имеет к Швеции? Она не шведка, она не гражданка Швеции. Члены ее семьи тоже не граждане Швеции. Они, в конце концов, не относятся к той самой религиозной принадлежности тех самых шведов. Но, тем не менее, получают убежище, где не у себя в Казахстане, а совершенно далекой Швеции. И вот, мы, оказывается, не должны вмешиваться и реагировать. Мы не должны реагировать. Более того, мы должны всех тех, кто бежит из Китая, отправлять обратно. Потому что, оказывается, есть какое-то соглашение, которое недавно подписано с Китаем, и мы обязаны их отправлять обратно. Но, так называемый дипломат Хасмжумар Такаев прекрасно знает, что Казахстан подписал разные конвенции международные. которые выше любых таких соседних соглашений, как с Китаем. И есть Верховный комиссар по делам беженцев. И каждая страна, которая является участником ООН, берет на себя обязательства выполнять требования, то есть принимать беженцев, которые преследуются за политические убеждения в результате войн, разрух и всех прочих обстоятельств, обстоятельств, которые сложились в той или иной стране. и получается, что дипломат Такаев, вчерашний заместитель генерального сектора ООН, забывает о этих международных конвенциях, которые являются первичными, Казахстан их обязан исполнять. Видите, никакие международные соглашения Казахстан не исполняет. Теперь дальше смотрите и то же самое он говорит по Гонконгу мы не должны реагировать. Я потом объясню, почему мы должны реагировать на все. У нас многие говорят давайте будем только о Казахстане говорить и не будем вообще соседей вспоминать все прочее. Но люди с такой философией наверное до сих пор катались бы на арбе. Даже может быть на арбе не катались. В лучшем случае на лошадях. А мы понимаем что мы часть глобального мира поэтому пользуемся интернетом самолетами телефонами и так далее именно потому что мы часть глобального мира мы смотрим на этот мир и учимся а все те кто будет говорить давайте только на свою улицу смотреть они в лучшем случае будут на лошадях ездить потому что все остальное бензин машины самолеты телефоны интернет это не мы изобрели и мы не можем ничего изобрести потому что у нас нет своей науки нет своей экономики и так далее поэтому это ущербная философия итак теперь еще один важный месседж который говорит мы мы Астану переименовали Нурсултан у Назарбаева не спросили ну просто переименовали и все а это вопрос привычки ну было раньше Целеноград потом Ахмала потом Астана сейчас Нурсултан ничего привыкните обратите внимание как нынешний президент оценивает народ Казахстана привыкните дальше что он говорит что мы на пикетах людей за пикеты людей мы не задерживаем что неправда регулярно людей задерживает и сажает на 10 суток в тюрьму он лгал далее он говорит митинги пожалуйста проводите мы дадим разрешение но будут запрещены некие организации и люди а будут разрешены то есть разрешены это понятно их провластные разные организации типа Нуратана Нурояна и так далее вот и вот все что Такаев озвучил это называется так называемой ослиной демократии уже коротко озвучили люди свою оценку всех слов то что сказал Такаев когда он сказал в принципе у нас демократия по этому поводу прозвучала масса мемов издевать в адрес Такаева и такую демократию назвали так называемой в принципе демократией ослиной демократией вот украинский глава межилиста Чубаров он вообще назвал открыто Такаева ослом сказав следующие слова осла как не наряжай он конем не станет и сразу этот месседж мем распространился по всей нашей стране и начали называть ослиным ослиной демократии то что сложилось у нас в Казахстане и собственно мы на основании этого интервью можем сделать выводы какой политический курс Ахарда приняла а приняла она и закрепила следующий курс и вы можете все мои слова просто подтвердить вот публикациям в средствах масс информации различные эксперты заявили что оказывается он такая здорово дипломатически вывернулся ну сказал что-то по Украине ну и сказал последствий не будет зато мы вот с Путиным дружим затем сказал что казахов там практически нет Китая кого преследует с Китаем отношения сохранил отличные не поругался ну то есть вы понимаете он фактически всеми этими словами когда говорит что там казахов нет это очень созвучно со словами когда говорил Путин помните Крым наш или их там нет на востоке Украины или зеленых человечек помните он говорил их там нет так вот тех казахов которые пытают Китая их там нет по версии Токаева и вот следующий месседж который закрепляет разные эксперты говорят что оказывается мы не то что должны не только не должны комментировать что все что в Китае происходит потому что это вообще не только к нам не относится но это просто причина глобальной торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами Америки там типа большие дерутся мы давайте в сторонке постоим вот эти все месседжи я для чего вам подробно говорю чтобы вы поняли на самом деле куда все это переводит нашу текущую политическую ситуацию и как мы будем жить завтра все это все это говорит о том что Назарбаев будет усиливать наступление на наши права и свободы собственно и сейчас уже у наших граждан все отобрали но я бы хотел бы вот на примере этого интервью Такаева показать что на самом деле будет новое наступление даже оставшихся прав и свобод и нам предстоит оказать серьезное сопротивление этим планам Ахорды итак что он будет делать он будет Назарбаев иметь ввиду усиливать взаимоотношения с Китаем вы помните все его проекты по поводу единого большого глобального пояса наша страна будет попадать все большую зависимость от Китая не случайно посол Китая в Казахстане ведет себя фактически как наместник он отчитывает наших журналистов он их отдергивает он говорит что это ложь на вопросы по поводу пыток в Китае кто вам сказал разговаривает как фактически как хозяин в нашей стране все это сейчас приведет к тому что все наши соотечественники который будет каким-то образом снова убегать из Китая будут возвращаться к Китаю чтобы сохранить отношения и чтобы мы завтра для себя говорили это к нам не имеет никакого отношения ну да казахи но они же не наши казахи они китайские казахи ну да вот что-то там в Украине произошло ну да это вообще к нам не имеет отношения на самом деле вы впоследствии надеюсь понимаете сейчас Украина объявила демарш Казахстану Украинское Министерство иностранных дел вы знаете о том что сейчас помимо всего прочего американцы объявили масштабные полномасштабные санкции против Китая за их действия в Суаре за пытки в концентрационных лагерях отдельно Конгресс США принимает законы по поддержке гонконговцев которые сопротивляются воле материкового Китая пытаются построить авторитарный режим в Гонконге то есть вы посмотрите что происходит в мире идет мощнейшее давление на Китай который масштабно нарушает права человека права человека в самом Китае в Гонконге и вы все должны понимать что курс на дружбу с Китаем привел и приводит к тому что будут эскалироваться все те проблемы которые есть в Суаре они будут эскалироваться и в нашей стране это уже происходит на наших глазах вообще мусульмане уйгуры казахи и казахи которые вернулись в Казахстан они говорят что они даже не осознавали что на самом деле буквально короткие сроки с ними произойдет еще в 2015 году вот эти все процессы связанные с концлагерями они даже не понимали что это стремительно произойдет то есть сначала на территорию Суар шло массовое переселение китайцев затем шаг за шагом выстраивались разные силы именно репрессивные обкладывали этот регион затем под видом борьбы с экстремизмом почти 15 миллионов человек этого региона были фактически окружены и оформлены как концентрационный лагерь это произошло на глазах тех самых наших соотечественников которые жили в Китае это все произошло незаметно я хочу вам сейчас привести пример то что происходит у нас в Жанозене у нас в Жанозене сложился фактически мини-суар я думаю что жители Жанозеня когда я сейчас эти фразы произнесу они подтвердят что на самом деле так и происходит да там есть засилие китайских компаний все прекрасно помнят события в Жанозене в 2011 году когда произошел расстрел мирных граждан которые просто стояли на площади их было всего несколько сот человек подошла полиция и в упор начала расстреливать своих сограждан и сейчас власть воспринимает что Жанозене это какой-то мятежный регион собственно как суар в Китае этот город в свое время был обложен полицейскими свыше 10 тысяч человек было привезено начались массовые репрессии людей избивали пытали и так далее все эти факты известны и зафиксированы но они не зафиксированы масштабном объеме но того что есть уже достаточно чтобы сделать выводы вот тогда тоже многим говорили это нефтяники зажрались у них просто зарплата большая вообще это где-то там Мангстау да это вообще не наше дело это какие-то нефтяники мы учителя или мы врачи вот государство само с ними разберется к чему это привело фактически город Джаназень стал как бы неким гарнизоном журналисты там не имеют доступа их просто не пускает вы помните наверное когда журналист Саньяд Тойкен туда пробивалась разным путем ее задерживали не пропускали это журналист АЗТК помните в прошлом году была ситуация француз из крупного телевизионного канала приехал снимать его тоже там же задержали но ничего не изменилось а потом приехал и сделал реальный репортаж и очень негативный о авторитарном режиме Казахстана то есть фактически журналистов туда не пускают когда намечаются те или иные митинги за несколько дней до митингов полиция приходит и наиболее активных с их точки зрения людей задерживают держат их в тюрьмах потом выпускают угрожают помните недавно был арестован активист План Ющубаев которому в итоге дали 5 лет а почему его задержали потому что он собирал молодежь собирал безработных и обращался к местной власти с требованием чтобы им предоставили работу они не имели работу сейчас рабочие места делятся именно как квота по команде администрации делят работу среди лояльных для жанозеней камер не нужно тех самых камер которые существуют в Суаре потому что жанозенцев не так много и там высокая констрация спецслужб которые отслеживают каждого более-менее активного человека и недовольных и все под контролем вот собственно Нурлану Ильшиваеву дали 5 лет за что? за то что он отказался говорить журналистку АЗТК Санью Тойкен он должен был написать что оказывается Санья Тойкен выполняет поручение Облязова якобы работает на Облязова то есть спецслужбы появляют активных людей даже если их требования не носят политический характер именно экономический характер был требованием зажали весь этот регион мы все время слышим какие-то слухи слухи из Женозения и вы должны понимать что фактически этот город обложен он постоянно под контролем спецслужб и любой кто начинает возмущаться неожиданно подвергается репрессиям по обвинению в терроризме экстремизме в разжигании социальной розни любой другой там сфабрикованы обвинения и суды автоматически это решение выполняют и дают сроки реальные сроки вот собственно вы должны понимать что Женозень это мини копия Суара еще совсем недавно наверное мы не осознавали что там происходит еще совсем недавно сами Женозень тоже до конца не осознавали но вы сейчас должны понимать что шаг за шагом ситуация эскалируется и Женозень практически превращается в тот самый Суар в Китае и это будет по всей стране сначала будет Женозень затем это все будет расширяться вы все это видите не случайно 9 июня когда были президентские выборы было задержано свыше 5000 человек тех людей которые выражали протест по поводу несправедливых и нечестных выборов на самом деле мы знаем и видим что с этим можно бороться бороться именно в результате нашей активности и безусловно в этом случае будет и не только какая-либо другая форма поддержки как вот консолидация объединения наших граждан но и международная поддержка вы посмотрите что получается сейчас Америка объявила о масштабных санкциях против Китая за пытки уйгур и национальных меньшинств в Суар казалось бы какое отношение Америка имеет к Китаю говорит же Токаев типа это внутренние дела Китаем они должны влезать Америка поступает очень просто она не смотрит на этнический признак она не смотрит на вероисповедание она смотрит на базовые вещи фундаментальные права человека и они нарушены Америка по всему миру заявляет о своей позиции бороться против этого за права человека и поэтому разработан пакет санкций по действиям китайских властей в Гонконге а это произошло потому что несколько сот тысяч гонконгцев вышли на улицы до двух миллионов доходило фактически треть населения выходило на улицы и поэтому во всем мире существует мощнейшая поддержка гонконговцам и поэтому администрация материкового Китая опасается ввести войска в Гонконг потому что они знают что последствия будут очень плачевны для экономики всего Китая мы мы не можем защитить казахов уйгур мусульман которые бегут в Казахстан которые хотят получить защиту а это международные обязательства самого Казахстана я уже говорил что подписаны конвенции обязывающие Казахстан это делать и вот представьте что Германия она никакого отношения не имеет к Сирии никакого отношения не имеет к религии как к мусульманству но тем не менее в этой стране более 600 тысяч мусульман сирийцев более 600 тысяч в Турции около 4 миллионов беженцев приняло из Сирии Иордания приняло около миллиона то есть это фактически обязательство каждой страны помогать и поддерживать беженство это международное обязательство и теперь собственно до этого Назарбаев говорил я ничего не знаю теперь Токаев говорит мы не должны вмешиваться во внутренние дела соседнего Китая пусть там казахов мучает их не очень много как он сказал а уйгуров пытает ну они же не казахи они же не имеют нам отношения вот посмотрите какая политика у нашего государства то есть мы здесь не должны видеть не должны смотреть это подход тогда мы не смотрим друг на друга тогда мы друг друга не поддерживаем мы не не помогаем женожденцам их могут расстрелять завтра могут в тюрьмах людей пытать завтра вашего соседа посадят в тюрьму завтра вы сами попадете и принцип давайте не вмешиваться это не наше дело становится глобальным и наше общество становится равнодушным равнодушен у вас большие проблемы экономические и все прочие но вы говорите шикар толба вот у нас это маленькая есть нам этого достаточно ничего не изменится собственно вот этот подход разделяя властвы не вникай в дела государства не вникай с тем что происходит с другими людьми соседней стране именно с казахами или с национальными меньшинствами в конце концов приведет к тому что власть добьется главного она нас с вами всех разделит и будет управлять без страха на возмездие управлять и обкрадывать вас вот вы понимаете принцип который сейчас применяет Назарбаев и Итакаев уважаемые друзья я привел примеры когда Европа и Америка принимает миллионы беженцев и собственно это их отношения они выполняют международные конвенции и мы должны быть тоже такими мы часть глобального мира мы должны быть активными мы должны давать возможность крас наши права мы должны защищать мусульман национальное меньшинство Китая мы должны дать возможность тем кто бежал оттуда дать убежище в нашей стране как поступает Европа как поступает Турция другие страны это наша обязанность это наше обязательство нам нельзя быть равнодушными нам нельзя давать им возможность крас наши права и нам нельзя терять свою человеческую сущность быть людьми поэтому уважаемые друзья мы понимаем что этот режим режим Назарбаева хочет нас просто превратить еще больше в рабов бессловесных тварей и мы не должны давать им это сделать я хочу вам напомнить что 16 декабря 12 часов дня по всей стране мы объявляем общенациональный митинг я призываю вас выйти с портретами тех жертв которые пострадали в 86 году в 2011 году я призываю вас защитить казахов которые бегут в Казахстан надеясь получить защиту я призываю вас быть активными граждан нашей страны что мы действительно построили сильную страну экономически развитую чтобы мы стали частью глобального мира чтобы мы тоже могли производить какой-то интеллектуальный продукт стать частью цивилизации не закрываться не уходить степей не подчиняться их наказам никуда не влезать сидеть тихо по своим норам если мы так будем жить то режим Назарбаева завтра может вместо такая поставить своего коня и мы будем молчать вы при таком подходе завтра во главе Казахстана увидите и Даригу Назарбаеву поэтому я призываю вас не молчать действовать выходить 16 декабря на митинги поддержать беженцев политических беженцев которые бегут из Казахстана и в конце концов стать действительно настоящим цивилизован государством Алга Казахстан